Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня очень значимое событие для медицинских сестер в первую очередь. Мы впервые на этом мероприятии, поэтому поговорим с вами об эпидемиологическом контроле в организации медицинского персонала в отделениях нашего учреждения. Это основные вопросы, которые мы с вами сегодня обсудим. И с чего начнем, это актуальность проблемы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия связана с оказанием медицинской помощи. На сегодняшний день в России по данным официальной статистики ежегодно регистрируется примерно 30 тысяч случаев инфекции, связанных с оказанием медицинской помощи. Это приблизительно один случай на тысячу пациентов. Однако в США этот показатель равен 50, в Испании сотни, а в Чехословакии 163 случая. Это не показатель того, что в России у нас все хорошо. Это показатель того, что у нас это просто не регистрируется. Это то, что мы на сегодняшний день прячем и скрываем. Мы не показываем никому, сколько у нас есть случаев зараженных пациентов внутри больницы, а также сотрудников. Причины заболеваемости медицинских работников инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи при аварийных ситуациях. 83% составляет глубокие раны с кровотечением. Это укол иглой, порез скальпелем. То есть то, с чем сталкивался, наверное, каждый из вас. 13% — это поверхностные раны, так называемые царапины. И 4% — это попадание биологических жидкостей на кожу и слизистые наших сотрудников. По данным ВОЗ, риск заражения при уколе рук иглой или порезе составляет гепатит В от 3 до 30%, гепатит С — около 2% и ВИЧ-инфекция — это меньше половины процента риск заражения. Экстренная профилактика парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции — это основное, что вам нужно, наверное, запомнить, потому что все мы оказываем помощь. Во избежании заражения необходимо соблюдать правила работы с колющими, режущими инструментарием. В случае порезов и уколов немедленно обработать и снять перчатки, дать капли крови стечь из раны, вымыть руки с мылом в проточной воде, обработать спиртом и йодом. Современная нормативная база, я вам список представлю, это далеко не все, с чем нам приходится работать на сегодняшний день. Это и СанПИН основной к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Хотелось бы поговорить про производственный контроль, который есть в каждой организации, про который все забывают. И очень часто я слышу от медицинских сестер, которые недовольны тем, что мы приходим часто на посевы, на смывы, для чего это делается, тоже многие не понимают. Производственный контроль прописан в основном нашем законе федеральном, что он должен быть в каждой организации, он должен охватывать все виды деятельности и осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами и применяемыми до дня вступления соответствующих технических регламентов. Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность его осуществления. Основной САНПИН, который, санитарные правила, это организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий. Целью производственного контроля является обеспечение безопасности в первую очередь для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических мероприятий. Объектами производственного контроля являются производственные, общественные помещения, здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны, оборудование, транспорт, продукция, отходы производства и потребление. То есть под производственный контроль попадают абсолютно все объекты, которые есть в лечебно-профилактическом учреждении. Производственный контроль включает официально изданный нормативный документ, это план производственного контроля, он должен быть в каждом учреждении. Согласно этому плану производятся замеры, исследования, смывы, посевы, контроль за осуществлением, наличием сертификатов санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, организация медицинских осмотров, введение учета и отчетности установленной действующей законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля. Визуальный контроль. Производственный контроль охватывает все системы жизнеобеспечения и функционирования медицинской организации. Это санитарно-техническое состояние в соответствии с гигиеническим требованиям объемно-планировочных решений, организация питания пациента, персонала, соблюдение противоэпидемического режима, в том числе дезинфекционно-стерилизационного, диротизация, дезинфекция. При выявлении на объекте нарушения санитарных правил планом производственного контроля предусмотрены мероприятия, направленные на их устранение, в том числе это приостановление или прекращение деятельности объекта, о чем сообщаются вышестоящие органы. Лабораторный инструментарный контроль в организации включает в себя изучение объекта внутрибольничной среды, средств посредством смыва, забора материалов, изделий медицинского назначения, лекарственные формы, на санитарно-бактериологические исследования и стерильность, исследование воздуха, воды, водопроводной воды для изготовления инъекционных растворов, бактериологическое тестирование стерилизующей аппаратуры, а также замеры искусственной освещенности параметров микроклимата. Производственный контроль можно организовывать своими силами, в нашем случае это бактериологическая лаборатория, которая есть у нас в институте, которая ежемесячно, ежеквартально приходит к вам на отделение, или же с применением посторонних организаций, которые измеряют те исследования, проводят, которые мы не можем сделать сами. Надзорные мероприятия за организацией производственного контроля в учреждениях, они осуществляются на нескольких уровнях. Это федеральный государственный санитарно-противоэпидемиологический надзор, осуществляется Роспотребнадзором от двух до одного раза в три года, если нет никаких проблем. Муниципальный уровень, он, наверное, скорее всего касается больше городских учреждений, нас он не затрагивает. Это департамент здравоохранения города. И основные надзорные мероприятия, это которые организованы непосредственно в ЛПУ. В нашем учреждении мы ежеквартально организовываем план мероприятий, где мы приходим с главной медицинской сестрой и смотрим соблюдение санитарно-эпидемического режима. Основные направления, которые затрагивает производственный контроль, когда мы приходим к вам на отделение, это требования к внешнему виду сотрудника, то есть халат, медицинский костюм, наличие средств индивидуальной защиты, а также их правильное применение. Коротко подстриженные ногти, отсутствие искусственных ногтей, лака, украшений на руках. Гигиена рук медицинского персонала. Чтобы ее обеспечить, необходим набор, как полотенце, мыло, кожный антисептик, наличие дозатора, перчатки. Самое главное, знание медицинских сотрудников, как правильно провести гигиеническую обработку. Санитарное содержание помещений и оборудования. Чистота, которая определяется как визуально, так и с помощью бактериологической лаборатории. Влажная уборка не менее двух раз в сутки, маркировка инвентаря, обеззараживание, хранение уборочного инвентаря. Бельевой режим. То есть бельевой режим – это тоже неотъемлемая часть, которая должна соблюдаться в каждом учреждении. Наличие закрытой тары для сброса грязного белья, временное хранение, технология разбора грязного белья и наличие спецодежды. Периодичность и режим обработки стеллажей. Наличие упалковки при транспортировке белья, транспортировочной тары. Периодичность стирки мешков, используемых для сбора. Журналы, смена белья пациентам не реже одного раза в семь дней смена белья пациентам перед возвращением в палату после операции. Также дезинфекционные мероприятия. То есть это наличие отдельных ямкостей, маркировка этих ямкостей, плановая профилактическая дезинфекция, частота ее проведения, профилактическая дезинфекция по эпид-показаниям, профилактическая дезинфекция по сангигиеническим показаниям, генеральная уборка, текущая очаговая дезинфекция, заключительная очаговая дезинфекция, а также хранение дезинфицирующих средств в специально отведенном месте, ответственное лицо, журнал учета дезинфицирующих средств, бактерицидные излучатели открытого-закрытого типа, количество, исправность, а также ведение журналов по их работе. Требования к проведению дезинфекции, также предстерилизационной очистки и стерилизации. Но тут довольно большой перечень. Могу сказать, что обязательно наличие методических указаний по применению дезинфицирующих средств, обязательно соблюдение дезинфекции и при стерилизационной очистке соблюдение совместимости средств. Нужно понимать, для чего и какое средство предназначено. Нельзя часовскими препаратами проводить дезинфекцию высокого уровня. Также необходимо понимать, какие препараты подходят для ручной обработки, какие для машины. Изделия медицинского назначения, однократного применения повторно не допускаются. Это, я думаю, лишний раз уже говорить даже и не стоит. Азопирамовая проба, наличие изделий медицинского назначения, которые не предполагают погружение в раствор, не соприкасаются с пациентом. Отмывка этих изделий медицинского назначения после дезинфекции ПСО, стерилизация, также обязательно учетная форма, результаты посевов профсобъектов окружающей среды и обсемененность воздуха. Это все влияет на показатели внутрибольничных инфекций. Также необходимо соблюдать требования к личной гигиене пациентов, санитарная обработка в приемном отделении, отметка от проведения, гигиеническая обработка больных, гигиенический уход за тяжело больными, умывание, протирание, полоскание и так далее. Это все тоже необходимо соблюдать. Требования к питанию пациентов, транспортировка пищи, технологии обработки посуды, наличие меню, требования к персоналу при раздаче пищи, соблюдение пациентами сроков годности, продуктов в холодильнике и чистота холодильника. Это то, что проверяется в рамках планового производственного контроля. Не просто прихоть, а то, что прописано санпином. Система обращения с медицинскими отходами, пакеты класса А, класса Б, непрокалываемые емкости для колющего и режущего инструментария, дезинфекция отходов, работа участка по обеззараживанию медицинских отходов. На сегодняшний день экологические штрафы очень сильно увеличивались. Поэтому, если неправильно утилизируются и собираются медицинские отходы класса Б, с которыми мы работаем, то для учреждений это штрафы около 500 тысяч. Это если впервые. Также проверяется ведение документации, журнал учета работы кварцевой лампы, времени работы лампы, журнал генеральных уборок, текущих, журнал учета перевязок, порядок ведения, оформления, журнал учета манипуляций в процедурном кабинете. Это все проверяется в рамках производственного контроля. Все, спасибо за внимание. Вы подождите, Алиса, сейчас должен быть лес рук к эпидемиологу. Много-много вопросов, которых всегда беспокоит, когда мы приходим на обходы. Вы же теперь понимаете, не мы такие злые, законы такие. Да, конечно, конечно. Мы впервые имеем честь присутствия на онкологическом форуме, и самым все равно эффективным следствием лечения онкологических больных являются цитостатики, препараты группы ВГ. То есть отходы группы ВГ, я ничего про это как-то не увидела. Если можно, спасибо. На сегодняшний день, к сожалению, не существует какого-то нормативного документа, который бы регламентировал четко наши действия в отношении этих отходов. Роспотребнадзор на официальные запросы и письма отвечают, что необходимо действовать согласно инструкции. Мы замачиваем, дезактивируем отходы класса Г в хлорсодержащих препаратах. То есть после этого мы их утилизируем как отходы класса А. Спасибо. Про отходы класса Б. Знаете, коллеги, скоро у нас уйдет проблема и наступит блаженство в плане того, что у нас на территории стоит уже гидроклав, утилизатор отходов. Единственное, что сейчас он проходит, система подключения и апробации. И в течение, наверное, двух, недели-двух уже он заработает, и мы будем вывозить с территории отхода класса А. Ну, а остальные договорами нам самое главное отходы класса Б. Но ничего не изменилось, кроме того, что их не надо замачивать. Все, что осталось. И подписи, естественно, Д-средства. Все то, что было раньше, все так и сбрасывается. Колюще-режеще сбрасывается также в емкости одноразовые, но без Д-средства. Потом закрывается и в общий мешок сбрасывается. И также желтые пахеты заполняем на две трети, завязываем, подписываем, все как и есть. Кроме замачивания. Больше ничего не хотите у эпидемиолога спросить? Почему пристальный контроль? У нас все-таки онкологический стационар. И мы даже диет питания, то есть то, что у нас производится на кухне, у нас нет общего стола. Как вы понимаете, это раньше был стол номер 15, то у нас такого в принципе не существует, потому что у нас уже заведомо ослабленные пациенты. И здесь идет питание высококалорийное, высокобелковое, и с повышенным вниманием к нашим пациентам. И почему требуем настолько вот этой эпидемиологической защищенности? Потому что они очень восприимчивы. Вы все это прекрасно знаете. Онкологические пациенты. Особенно сейчас открывается новое отделение трансплантации у Татьяны Вячеславовны. И там будет еще пристальное внимание, стерильные условия. Там пересадка стволовых клеток. И детишкам, скорее всего, будет. То есть это зоны такие, где мы должны быть предельно внимательны, аккуратны. И почему СанПИН требуем и трясем? Если стационары не онкологические, там все-таки иммунитет немножко подзащищен. Наши пациенты уже, знаете, заведомо приезжают ослабленные. Поэтому, если что не так, не обижайтесь. Трясти будем. Никуда не деться.